Здравствуйте, друзья! В преддверии наступающего Нового года очень хотелось чем-нибудь таким вас сказочным порадовать. И поэтому сегодняшнюю программу «Вдоли», которая обычно посвящена стартапам и молодому бизнесу, мы хотели посвятить совершенно удивительному бизнесу, теме, которая наверняка мало кому из вас приходила в голову. Оказывается, ну как сказать, нет, конечно, я не буду утверждать, что чудес не бывает, но некоторые чудеса можно сгенерировать. Об этом сегодня и поговорим с нашим гостем, гендиректором компании «Аромака» Русланом Юлдашевым. Привет, Руслан! Да, привет! Расскажи, пожалуйста, чем занимается компания «Аромако». Ну, наша компания «Аромака» занимается действительно магией. Она использует запах и вообще обоняние как канал, по которому бренды или компании могут транслировать свои ключевые сообщения. То есть это маркетинг ароматов? Это маркетинг ароматов, он так и называется – «Аромамаркетинг». Так. И в России это не так давно стало популярно, не так давно стало известно. По всему миру аж с 1992 года компании, такие как «Макдональдс», как «Старбакс» давным-давно используют запахи для того, чтобы нас с вами привлекать, для того, чтобы нам с вами сообщать о том, что можно попить очень вкусный кофе, можно съесть вкусную булочку. Подожди, ты хочешь сказать, что когда я захожу, например, в «Старбакс», там безумно вкусно пахнет имбирными пряниками, корицей, кофе, это не запах кофе, это запах специального аромата, который придумали аромамаркетологи? Я, к сожалению, не обо всём имею право говорить, но суть в том, что аромамаркетинг, по сути своей, это использование запаха как канала коммуникации, а запах можно создать, перемалывая перед каждым завариванием кофе, и из свежемолотого кофе готовя кофе, таким образом запах будет распространяться. А ещё можно запах синтезировать, это будет стоить несколько дешевле, но качество запаха будет абсолютно такое же. И таким образом можно создать целенаправленный шлейф аромата, который будет привлекать людей, например, в кофейне, если мы мимо идём с покупками на встречу к подружке и не помышляем. И как пахнёт на нас из дверей новогодним запахом, как каким-нибудь мандаринов и ёлки. Скажи, пожалуйста, когда мы говорим всё-таки об индустрии, связанной с едой, со вкусом, то я тут понимаю ещё, как работают запахи, а зачем нужен аромамаркетинг, нужен ли он компаниям, которые предлагают совершенно другие услуги, я не знаю, автомобильным салоном, каким-нибудь адвокатским конторам и прочее? Всё достаточно просто. Маркетологи уже достаточно давно столкнулись с необходимостью доносить информацию о бренда, доносить рекламу до наших умов, даже по-другому скажу, до нашего сердца, потому что любая современная покупка, не секрет, это исключительно эмоции, получение приятных эмоций давно не предмет первой необходимости. И вот когда они задумались об этом и выяснили, что для того, чтобы мы запомнили, например, то, что нам показывают, в 2000 году необходимо было 40 касаний, то есть 40 раз нужно было показать, и мы запоминали тогда рекламное сообщение. А в 2010 году уже 412 касаний. То есть у нас информационное поле уже настолько засорено, что мы... Да, ну то есть говорю банальные вещи. Не ведёмся мы на это. Да, говорю банальные вещи, столько много спама рекламного, что наш мозг уже выстраивает защиту и не позволяет нам получать, весь этот спам в сердце. И они решили действовать через органы чувств. А тут на помощь пришла наука, и последние исследования нейробиологов, а за ними вслед и нейромаркетологов, показали, что если к визуальному контенту, к которому мы все привыкли, ну все мы знаем известные логотипы, известные фирменные стили, цвета, добавить звук, например, и мы многие уже знаем о Рингтон-Ноке, я помню песенку из Макдональдса. Да, именно так. Если к этим двум компонентам, хотя бы к этим двум компонентам добавить запах, то мы не только получаем усиление формирования эмоций, мы ещё получаем и запоминание близко к 100%. Таким образом, заходя в автосалон известной марки, например, Mercedes-Benz, и видя привычные фирменные цвета, слышу привычную аудио-идентику, мы уже привыкаем к тому, что запах очень чётко ассоциируется с дорогими машинами, с звуком дорогих машин, с тем, как выглядят дорогие машины, и с тем, как должны пахнуть дорогие машины. То есть мы этот запах можем синтезировать? Конечно. Аромаркинг – это всегда работа с ассоциациями. Чем, например, в такой день, как сегодня, ассоциируется Новый год? С какими запахами? Ну, ёлка, мандарины обязательно. Это у нас. У нового поколения, мне кажется, ещё это запах имбиря, потому что вот эти имбирные пряники иностранские вошли в нашу жизнь. Да, это... Какой-то выпечки такой вкусной. Это тенденция западная, которая действительно немножко меняет наши ассоции, меняет представление о Новом годе. Таким образом. Но если мы хотим, с помощью этого примера, очень понятно будет, если мы хотим создать атмосферу Нового года, если хотим мы создать сегодня Новый год, то что мы делаем? Мы включаем какие-нибудь джингл-белсы, мы ставим ёлку Деда Мороза. В лесу родилась ёлочка, я патриот. Да, мы включаем песенку в лесу родилась ёлочка, ставим фигуру нашего Деда Мороза, ёлку украшаем и наполняем помещение запахами ели и мандарина. И мы с вами находимся в этот момент сразу в Новом годе. А если же... Тут очень интересная, кстати, штука скрывается. Я в неё попал 3,5 года назад, очень серьёзно встряв, потому что я хотел использовать западные модели и западные стандарты в России. И у меня очень часто не получалось, потому что я никак не мог взять его внимание, я никак не мог понять, что... Что у нас своя культура запахов здесь. Не только культура запахов, но в моём бизнесе получилось, что и культура запахов тоже, и культура ассоциаций, связанных с этими запахами, совершенно иная. Например, Новый год. У нас это мандарина и ёлка, а в Америке это имбирное печенье. Самый популярный запах, который используют кинотеатры на Западе, это огуречная мята. А у нас, знаешь, с чем огурец, запах огурца ассоциывается? С одеколоном огуречной, который был популярен. И народу не нравится этот запах. Да, и народу единственная ассоциация, которая в голову приходит, это одеколон огуречный. Кто-то тут разлил, ходил какой-то... А чем мы тогда... А чем пахнут наши кинотеатры? Наши кинотеатры сейчас пахнут попкорном. Наши кинотеатры сейчас пахнут в зависимости от интерьера. Карамелью ещё? Ну, карамелью. Яблоками. В зависимости от интерьера пахнут интерьерными запахами. Например, кинотеатр «Пять звёзд», который находится в Москве. У него характерная особенность – водопад прямо посередине кинотеатра. Поэтому логично было наполнить. И курить там разрешено. И тому решали две задачи. Первая задача – подчеркнуть интерьерную особенность, наполнив запахом воды, морской свежести, весь кинотеатр. А во вторую очередь – нейтрализовать запах сигарет, потому что он считается ещё и детским кинотеатром. Это много в детских фильмах проходит. А здание постоянно пахнет сигаретами, что не очень хорошо. И вам удалось даже уничтожить запах табака? Конечно, заходите, посмотрите. Это на самом деле просто даже не укладывается в голове, потому что ты заходишь куда-то с какой-то одной целью, а оказывается, что на тебя там воздействуют, на все твои органы уже чувств, воздействуют для того, чтобы ты осуществил несколько иные действия. Мне даже от этого немножко жутковато, потому что я, например, человек очень зависимый от запахов. У кого-то сильные стороны обоняния, слуха, сезания. Вот у меня именно слабое зрение, но сильный нос. Я вообще болею, если у меня невкусный запах рядом находится со мной. И наоборот, запах может вызвать во мне огромное количество всяких эмоций, воспоминаний, впечатлений. И один раз я даже влюбилась в мужчину, потому что от него вкусно пахло, свежестью какой-то. С этой точки зрения, я абсолютная жертва аромамаркетинга. Почему я говорю жертва? Потому что ведь, если бы я не встретила тебя, и мы бы с тобой сейчас не сидели и не обсуждали этот вопрос по радио, то я бы даже и не знала, что я вот захожу в какое-нибудь место, а меня в этот момент обрабатывают этими прекрасными, этим прекрасным ароматическим воздействием. Как вообще вот этот этический момент, он каким-то образом решается? Или маркетинг такая штука, которая не запорачивается глубоко? Я достаточно часто слышу подобный вопрос об этике аромамаркетинга, об этике того, чем я занимаюсь. Но это же воздействие не только на сознание человека, но и на гораздо более его глубокие какие-то, ну, как сказать, рецепторы, на его кнопочки, самые интимные. С одной стороны, это действительно так, потому что запахи, они работают на уровне инстинктов. У бактерий... На рефлексах уже. ...других органов чувств, кроме обоняния. И поэтому информация, которую мы получаем от запахов, она не проходит никаких сознательных препон и подает напрямую... Без фильтров вообще. Без фильтров, да, действительно. Ну, запах тухлого мяса говорит нам о том, что мясо есть нельзя. Да. Запах спелых фруктов говорит о том, что это будет полезно для нашему организму и так далее. Но дело в том, что когда мы видим красивую картину в магазине, мы же не воспринимаем это как манипуляцию. А для нас создает ту атмосферу, в которой нам приятно находиться, в которой нам приятно покупать. Для того, чтобы совершить покупки, мы не идем на рынок в большинстве своем уже давно. Мы не идем в какое-то место, где в переход подземный, где сляготные все локтями друг друга толкают. Мы идем в бутик, если у нас есть возможность. Где вкусно пахнет. Где вкусно пахнет, где играет приятная музыка, где очень вежливые продавцы, которые, условно, выполняют ту же самую функцию, которая так тебя беспокоит сейчас. Мы пытаемся с тобой манипулировать, чтобы ты эту одежду купил. Мы продолжим разговор об аромамаркетинге с Русланом Юлдашем. После новостей оставайтесь в доле. Сегодня в этот практически сочельник, предновогодний день, когда вы уже все просто носитесь, я думаю, режете салаты. Я надеюсь очень, что вы уже все готовитесь к встрече Нового года. Меньше думаете о работе, больше думаете о приятных праздниках. Мы хотим рассказать вам об очень интересном бизнесе, о новом бизнесе для России, который на самом деле работает и на вас в том числе, даже если вы об этом не знали. У нас в гостях Руслан Юлдашев, гендиректор компании «Аромака», и мы говорим об аромамаркетинге. Ну вот смотри, если я открываю журнал, и там написано на правах рекламы, я понимаю, что следующий материал о каком-нибудь стоматологической клинике прекрасный. Я читаю, но у меня есть все равно некий фильтр. Я осознаю, что в этот момент я не просто читаю какую-то достоверную документальную информацию, она может быть достаточно достоверной и вполне себе документальной, истинной, но меня предупредили о том, что это реклама, что это оплачено рекламодателем. Я имею право об этом знать. Когда я захожу в какое-нибудь место, где очень вкусно пахнет, и на самом деле в то же кафе, где не совсем пахнет тем, что там выпекают или там наливают, а каким-то синтезированным, очень вкусным запахом, который заставляет у меня слюнку течь, и я все равно в это кафе иду и ем там, я же имею право знать о том, что меня здесь соблазняют искусственным запахом, или нет. Ну, ты очень интересную тему сейчас подняла, потому что действительно реклама перестает быть рекламой в тот момент, когда мы понимаем, что это реклама. Про запахи очень сложно понять, что эти запахи синтезированы, эти запахи специально распространяются. И поэтому мы не понимаем, что это реклама и являемся, с точки зрения, жертвами. Ну, давай задумаемся. Вот над каким экспериментом, который в свое время провел доктор Котлер. Я про него уже упоминал, когда говорил, что запах усиливает формирование эмоций как-то отрицательных и приводит к улучшению запоминания. Но дело в том, что если, например, памперс будет пахнуть гамбургером, то мы тоже очень хорошо это запомним, но только эмоция, которая будет в этот момент формироваться, будет близка к отвращению. Ну да. И отвечая уже на твой вопрос, если мы приходим в магазин или в кафешку, где пахнет чем-то вкусненьким, а ничего из того, чем пахнет, мы не увидим, не продается, то мы заподозрим неладное. И вот эмоция, которую мы испытаем в тот момент, когда заподозрим неладное, будет близка к крайне негативной эмоции. Эта негативная эмоция будет эмоциональным якорем рядом с тем брендом или с той компанией, которая такое себе позволила. Поэтому запах используется скорее как сообщение о том, что здесь, друзья, здесь что-то очень вкусное, здесь вкусно, здесь разводят печеньки. Можно повесить большой баннер и написать вам туда, тут печеньки. А можно с помощью запаха об этом сообщить, потому что если человек придет, там печенек не будет, или там будет вместо печенек колбаса, то ничем хорошим для компании это не закончится. Должно быть обязательно соответствие между продуктом и тем запахом, который... Но, опять же, это если мы говорим о каких-то вполне осязаемых вещах, да, например, если здесь продаются печеньки, вкусно пахнет печеньком, если здесь продаются автомобили, вкусно пахнет новым дорогим автомобилем, этот запах не перепутаешь ни с чем, он очень соблазнительный. А если, например, это банк или какая-то организация, которая продает услуги, мы можем здесь стимулировать потребителя? Конечно. Есть запахи, которые у человека вызывают желание в них остаться, постоять, не знаю, или стимулируют его на то, чтобы у него повышалось настроение или жизненный тонус, в конце концов. Ведь есть же ароматерапия и не случайно же куча каких-то эфирных масел продается в аптеке с теми или иными назначениями. Все действительно именно так, действительно существуют запахи, которые формируют атмосферу, которые формируют настроение. Если говорить, например, о банках, то в банках нет задачи продать. И, к сожалению, в России так сложилось, что к банкам отношение у населения крайне настороженное. И визит в банк это часто состояние стресса. И поэтому главная задача у банков, которая вытекает с того, что я сказал, это снять это напряжение, понизить уровень стресса, сделать так, чтобы времяпрепровождение в банке у населения было комфортным. И поэтому задача к запахам такая же. Как выглядит запах, который был бы комфортен, как выглядит запах, который бы понижал уровень тревожности и показывал бы дружелюбие. Но в то же время, как выглядит запах, который бы гармонировал с цветовой палитрой банка, гармонировал с теми людьми, которые там работают. И отвечая на этот вопрос, мы, ну если просто очень это объяснить, у каждого банка, у каждого бренда, у каждой компании есть очень понятные характеристики. Например, характеристики компании Mercedes-Benz, первое, что в голову мне пришло. Это традиция, безопасность, немецкое качество, комфорт, комфорт, но все-таки статусность, высокая цена, привилегированность какая-то. Даже я помню, в моем детстве я слышал рекламу «Купи себе Мерседес, и тебе ничего никому уже не нужно доказывать». Нам его где-то хорошо иллюстрируют. И вот эти вот характеристики присущи, очень четко присущи компания Mercedes-Benz и их продукция. И что мы можем сказать о запахе? Берем любой запах в магазине парфюмерном, и мы можем также его характеризовать. Он может быть дерзким, он может быть сексуальным, он может быть дорогим. Звучит запах очень дорог, например, Шанель номер 5. Он может быть роскошным, он может демонстрировать качество. И совмещая таким образом характеристики запаха с характеристиками бренда, мы получаем то невербальное сообщение, которое через обонятельный канал можем транслировать. А кто выбирает эти запахи? Как вообще формируется вот этот пакет ароматов? Да, я понимаю, опять же, когда тебе нужны простые запахи шоколада, корицы, лимонов там, или хвои, но когда тебе нужно создать образ, запах-образ, который соответствует бренду, стилю, абсолютно никак не связанный с едой компанией, как это? Это же целое искусство, и поэтому мы работаем, наша компания «Аромака», она работает только с лучшими мировыми парфюмерами, потому что это очень сложная задача, как в запахе отразить такое сложное понятие, как бренд. И когда наш парфюмер Кристоф Элдемейль получает такое задание, он так сложилось, мыслит образами ароматов, как тот легендарный Гринуй в фильме «Парфюмер». Он умеет характеристики, которые я произношу или описываю, переводить в образ, и у него есть экселевская таблица с тысячами компонентов, а проставляя отдельные веса напротив каждого компонента, он создает в итоге ароматическую композицию. То есть это всегда отдельная композиция, это всегда что-то уникальное. Это не то, что ты приносишь чемоданчик, открываешь и говоришь, вот у нас есть морская свежесть, вот у нас есть карибская мята, вот у нас тут есть арктический снег, это вам может подойти. То есть для бренда создается уникальный запах. То, о чем ты говоришь, тоже существует, это называется активная коллекция коллекции аромака, и в ней мы имеем те запахи, которые прекрасно зарекомендовали себя для различных сегментов рынка. Есть запахи для автосалонов, есть запахи для магазинов одежды, есть запахи для торговых центров, есть запахи для ресторанов. Это только те запахи, которые прекрасно работают, в России уже воспринимаются людьми очень хорошо и выполняют свои задачи. Когда к нам приходит бренд, вот недавно мне очень понравился разговор с бренд-директором, он мне постоянно спрашивал, а какое отношение этот запах имеет к моему бренду. И когда у компании или у бренд-директора компании возникает в голове такой вопрос, не вопрос уже ароматизировать или не ароматизировать, использовать или не использовать, а какое отношение именно этот запах имеет к моему бренду. Почему именно этот запах? Да, мы обращаемся уже к вопросу создания запаха персонально для бренда. Эта процедура недешевая и дальше мы этот запах используем в разных точках контакта, например, в торговом помещении, на полиграфической продукции, можем создавать сувениры, даже делаем лайтбоксы, то есть рекламные конструкции, которые, например, с продуктами очень понятные привычные примеры, поэтому я вам говорю, например, рекламный стенд, который мы идем по улице, он рекламирует шоколад. Много ли ты помнишь рекламных стендов, пока сюда ехала? Да ни одного, скорее всего. И потому что такое количество рекламы, что все, незамечаемое, об этом говорил уже. Но если же в тот момент, когда ты проходишь мимо от этого рекламного стенда, доносится запах шоколада... Можно ароматизировать уличный стенд рекламный? Конечно. Ух ты. И этим же самым запахом, который ты разрабатываешь для бренда, ароматизируется не только магазин, не только продукция, не только рекламные материалы, но и даже наружная реклама на улице. Таким образом, в каждую точку контакта мы добавляем запах, усиливая тем самым эффективность тех самых коммуникаций. Слушай, ну это же вообще похоже на какой-то Готэм-Сити, потому что если все бренды начнут использовать запахи, то у человека крыша поедет, то есть он идет по улице, на него будут обрушиваться этот шоколад, и этот кофе, и этот гамбургер, и эта колбаса, так можно и с ума сойти, нет? Я верю, ну помню, что 10 лет назад ты заходил в магазин и редко там играла музыка, сейчас же, заходя в магазин и не слышат там музыки, у тебя возникает вопрос, работа наоборот или нет. Да. Вот, и то же самое с запахом, я думаю, будет происходить, но всегда нормальные люди, у которых в голове порядок, они соблюдают меру, и можно, конечно, прийти к тому миру, который показан в Готэм-Сити или в «Назад будущее» фильме, где там акула тебя пожирала в 3D-формате, но я верю, что это все равно будет в каком-то комфортном для жизни человека. В цивилизованных рамках. В цивилизованных рамках, для того, чтобы нам было, наоборот, приятнее покупать и приятнее жить, а не... Скажи, пожалуйста, а ведь есть же еще все-таки такая тонкая здесь вещь, музыку более-менее люди слышат одинаково, запахи люди чувствуют совершенно по-разному, например, я не выношу запах духов молекул, меня от них тошнит. Я знаю огромное количество людей, которые от этого запаха просто умирают и прутся. Я не знаю, кто-то не любит запах сельдерея, кого-то вообще выворачивает от корицы. Как можно... Неужели можно действительно создавать такие универсальные запахи, которые в основном любого потребителя будут привлекать? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что есть, например, красный цвет, и я не использую в одежде красный цвет, потому что мне не нравится. Мне не очень нравится, когда в него одеваются женщины, девушки. Только Дед Мороз. Только Дед Мороз. И все дело в ситуации, в которой ты воспринимаешь тот или иной цвет или тот или иной запах. И, например, сладкие запахи в помещении с приглушенным цветом и там, где мало воздуха и температура воздуха достаточно высокая, будут восприниматься только тошнотворно, что будет очень тяжело там находиться, будет противно. Да. И в то же время на улице в прохладный день на катке эти запахи будут восприниматься на 5+. И так, наоборот, свежие запахи в помещении, которое я только что описал, они будут восприниматься очень хорошо, а на улице мы даже не почувствуем. То есть все равно есть некие универсальные законы запахов, которыми можно пользоваться на любого человека. Да, есть универсальный закон о гармонии, который распространяется на запахе. Универсальный закон гармонии программы «Вдоль» заключается в том, что иногда мы уходим на новости, мы скоро вернемся и продолжим этот ужасный интересный разговор. Вы все уже в предвкушении нового года, ну, а мы вроде бы как бы еще немного работаем, но сегодня рассказываем вам о практически чудесных чудесах. Руслан Юлдашев, гендиректор компании «Аромака», рассказывает нам, что такое ароматический маркетинг, и как мы все сами того не ведая, уже давно стали его объектами. Расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, технику действия ароматического маркетинга. То есть это что? Это какие-то распылители, это какие-то освежители, это жидкое, твердое, может, это свечки какие-то ароматические. Как вообще это происходит? Вот я пришла к вам, я говорю, мне нужен срочно придумайте мне запах, он должен быть дерзким, сексуальным и в то же время вызывать доверие. Ну, у нас есть понимание, что для каждого сегмента рынка есть свои задачи. Обычно российский бизнес любит задавать такую задачу увеличить мне продажи. Вот это самый частый запрос. И в этот момент мы просто смотрим, какой... Если супермаркет, то это одни запахи, если это автосалон, то это другие запахи. И самая большая точка контакта, на которой мы можем воздействовать, где мы можем увеличить продажи, это точка продаж. И поэтому чаще всего наш локомотивный продукт сейчас это специальное оборудование, которое умеет превращать ароматическую жидкость, специально для этого оборудования созданную, в мельчайшие частицы аромата, они по размеру характеризуются как наночастицы, потому что гораздо менее, меньше каждой из них, чем один микрон, и легче, чем воздух. Например, для того, чтобы пуститься всего лишь на полметра, этим частицам требуется 14 часов. потрясающе. Они висят в воздухе. Они висят в воздухе, но они настолько маленькие, что, во-первых, невозможно им скопиться в той концентрации, которая бы превысила порог возникновения аллергии, во-вторых, невозможно скопиться в той концентрации, которая превысила бы даже приблизительно допустимые нормы опасности для любого живого существа в этом мире. То есть, они безопасны из-за своего размера, они эффективны, потому что, например, когда мы вдыхаем аэрозоль или вдыхаем даже в парфюмерном магазине после пшика духи, парфюм, для нас это слишком сильно. Да, можно чихать. Можно чихать, да. А когда частица очень маленькая, то мы получаем ту концентрацию, которая достаточна для того, чтобы быть выше порога восприятия, но ниже, чем чрезмерно. А вот эти ароматы, которые создаете, это тоже особые ароматы? Или, ну, это, допустим, те же ингредиенты, что используются в духах или, например, в каких-нибудь освежителях воздуха, но просто там, может, какой-то другой концентрации. Это вообще очень интересная тема, что используется в духах. Ну, как нетрудно догадаться, есть различные сферы применения парфюмерных отдушек. Ну, начиная от промышленной сферы, отдушек, которые используются в чистящих средствах, заканчивая селективной парфюмерией или тем, чем мы занимаемся. Дело в том, что есть биржа сырьевых материалов и компания, которая в качестве бизнеса использует парфюмы и продает их под своим брендом, у них там контракт на годы вперед. Они не могут себе позволить использовать в составе своих духов компоненты, которые труднодоступны. Например, использует компания парфюмерная для создания своих духов аромат пачули. эфирное масло пачули. И это растение растет в нескольких странах Южной Америки. И занесено в Красную книгу, наверное. Ну, или там революция сейчас. То есть, надо его синтезировать. А чтобы его синтезировать, этот аромат пачули, требуется парфюмеру, подобному, например, нашему кресту. Зачем они вообще нужны? Они создают молекулы. Молекулы, которые обходят этот аромат и создают его аналог, но только не из одного компонента, а из десятка, например. Это очень дорогая, очень сложная задача. И поэтому те компании, которые относятся к масс-маркету, не могут себе позволить использовать те компоненты, которые труднодоступны, то есть, дороги, или которые требуют особой очистки, то есть, тоже дороги, для того, чтобы сохранить норму себестоимости. А селективные парфюмерии, например, тем самым отличаются, что они используют натуральные компоненты, они используют даже пачули, даже если он только в двух странах растет, даже если там есть редкая революция. Ну и стоит, соответственно. Да, ну ничего, потом создают молекулы, если надо. Так, ну а что касается аромамаркетинга? И то же самое делаем мы. Когда мы используем, когда мы создаем аромат, например, для известного, например, для Мерседеса Бенц, Кристофф очень сложно объяснить, что он должен использовать только эти компоненты. Он работает над произведением искусства, он работает над своим созданием, над своим детищем, и использует только самое лучшее. И след за ним мы вынуждены использовать тоже только самое лучшее, закупать сырьевые материалы, и потом синтезируя их в ароматическую композицию, которую потом называем Мерседес Бенц. Но в принципе этим можно было пользоваться как духами в определенной концентрации, или нет? Ну тут вот следующий шаг, про который хотелось сказать. Мы берем эту формулу и дальше в зависимости от сферы применения мы ее адаптируем. Например, под духи, потому что в любых духах, ну в самых распространенных, должен содержаться спирт, чтобы ароматические вещества были летучими. Спирт помогает ему летучиваться. А для того, чтобы ароматизировать помещение, с помощью специального оборудования, которое дробит жидкость на частицы, спирт не нужен. И вдыхая спирт, мы будем отравлены просто. А кто изобрел это оборудование? Оно большое или оно? Как это выглядит вообще? Вот, чтобы подароматизировать супермаркет или там кинотеатр. Это же какой-то холодильник, наверное, должен стоять гигантский. Да нет, сейчас же все к микро сводится. Это уже совсем небольшая коробочка, в которой в зависимости от ее мощности вставляется больше или меньше боделочек с ароматом. И затем эта коробочка может быть вмонтирована с темой вентиляции, может быть просто поставлена на пол под какой-то поток воздушный. И вместе с потоком воздуха, как в последнем примере, этот аромат наполняет весь магазин. А скажи, пожалуйста, а как вы нашли своего парфюмера? Кристоф? Тут очень тонкая грань между случайностью и закономерностью. Я же с самого раннего детства любил запахи, но для того, чтобы деньги зарабатывать, приходилось работать везде, кроме того, что за запахами связано. И в кризисе 2008 года... Расскажи тогда о себе, где ты работал, на кого ты учился. Я работал в больших транснациональных гигантах типа Проктер и Гамбл, Нестле, управляя там продажами. И мой день начинался в 9 часов вечера, заканчивался в 9 часов утра, заканчивался в 9 часов вечера. Был классический представитель офисного планшона? Классический манагер, да. Классический манагер. В определенный момент, мое поколение, мне сейчас 30 лет, и мое поколение знакомо уже. Мы не хотели быть бандитами, как наши старшие друзья. А уже ходили ходить в костюмах и ездить на дорогих машинах, работая в офисе. И вот в тот момент, когда я получал достаточно большие деньги, занимал уже хорошую должность в компании Проктер и Гамбл, я сижу со своим компьютером, понимаю, что где тут меня кинули. Чего-то это совсем не та жизнь, о которой я мечтал. Не радует. Да, совсем не радует. Продаю время за деньги. Подожди, а образование у тебя? Образование у меня психолог. Вот это да. Да. Психолог в сейлзах. Да. Так, интересно. А ты москвич? Да. Так, а психолог МГУ? Нет, МГСУ. МГСУ. А почему, а как, то есть, подожди, ты хотел помогать людям решать их ментальные проблемы, а сам оказался... Ну, когда психологи говорят, что хотят помогать людям решать их проблемы, они лукавят, они, прежде всего, идут помогать себе и решать свои проблемы, изучая психологию. И, ну, глубинный мотив примерно такой. Очень интересно было разобраться в себе, и поэтому начал изучать психологию. И до этого учился в МГИМО, изучая международно-кономические отношения, и таким образом мне немножко раскрыли голову в сторону глобализации. То есть, у тебя такое стереообразование получилось, и экономическое, и психологическое, и гуманитарное. Ну, да, я люблю учиться. И школа жизни. Так, и ты понял, что, в общем, эта работа в офисе совершенно неинтересная и не то, о чем ты мечтал. Да, и пройдя через 2008 год, через тернии, к ситуации, когда нужно было чем-то заниматься, чтобы просто деньги зарабатывать на жизнь. Я начал заниматься почти всем подряд, свои бизнесы, начал, как любой стартапер. и я часто это вижу сейчас в молодых, только начинающих свой бизнес и ребятах. Я тоже хватался за какую-то тему, а у меня не получалось. Я брался с другой темой, у меня опять не получалось. А что, ну расскажи, какие были варианты? у меня был интернет-магазин одежды, назывался дресс-кода нет, мы покупали, я покупал в шоуруме одежду, копии известных брендов, вывешивал ее на интернет-площадке и организовывал доставку людям. Потом мне это надоело, я начал заниматься поставками продукции Procter & Gamble в страны ближнего зарубежья и там у меня тоже не очень получилось и занимаясь уже разными-разными-разными бизнесами, считая себя серийным предпринимателем с огромным количеством проблем, ко мне, зная вот эту мою особенность, приехал приятель и попросил помочь открыть здесь представительство вот этой компании. Аромака. Аромака, да. И так сложилось, что в этот момент проходила конференция в ресторане Turandot, посвященная инструментам успеха российского гостеприимства. Ух ты. Да, и это была очень хорошая площадка, в которую можно было войти и как-то рассказать о себе. Но спикеры там были очень серьезные и мой друг постеснялся со сцены после сам себя презентовать и вообще о чем-то говорить, потому что у него не было опыта большого публичных выступлений. А я в тот момент когда он готовился, как в лучших традициях советчиков, постоянно говорил им, что нужно делать, как нужно себя вести. Стоял над душой. Да. И он вот так сказал, иди сам тогда. И я вышел, и все, что на уровне здравого смысла понимал, все, что от него узнал и рассказал, меня на третьей минуте оборвали, и начали задавать вопросы. Когда закончил выступать, у меня было три контракта, три договоренности на поставку, у меня не было никакого другого выхода, кроме как заняться, зарегистрировать компанию и заказать первую партию локомотивной продукции. Жаль, только ее на таможне арестовали. Как это бывает обычно в нашем прекрасном государстве. А первые полтора года вообще ничего не получалось. Подожди, то есть эти контракты не удалось реализовать? Нет, нет, нет. Ужас. Полтора года были, не получилось вообще ничего. И когда я говорил о теме, которую выбирают молодые начинающие предприниматели, у них не получается, они берут другую тему. А в тот момент, когда занимаешься тем, что тебе очень нравится, я в итоге сам доплачивал, залезал в долги, чтобы продолжить заниматься тем, что мне нравится. И у меня не было никакого выбора внутреннего, ни одного шанса скачать, потому что я... Ты влюбился. Я влюбился, да. И я за свой выбор, я защищал свой выбор, и я шел до конца. Погоди, а почему вся эта история зависла на таможне? Были неправильно оформлены документы или просто эта продукция никоим образом у нас не сертифицировалась? Что такое? Ну, это действительно была первая история какого-то нового продукта, какой-то новой штуки, какие-то запахи. И люди не понимали, что это такое. У меня не было опыта, у меня не было внутренней готовности, вообще такой бизнес вести. И мне через вот эти первые препоны пришлось наработать внутреннюю... Ну, какой-то внутренний стержень, быть по состоянию готовым к тому, чтобы этим заниматься. А это все три месяца заняло. Но потом это все продать надо было. А люди же три с половиной года назад демонстрировали в ответ на мое предложение «Давайте запахами займемся». Диапазон эмоций от легкой улыбки до кручения пальцевого виска. И полтора года я объявил один порог за другим, объясняя людям, что запах это действительно то, что работает, это действительно канал коммуникации с вашими потребителями. И только через полтора года начало что-то получаться. У меня первый клиент появился через восемь месяцев. И то небольшой, и то через пень-колоду. В общем... Но это странно, хотя с другой стороны, наверное, можно было бы пойти по западным компаниям сразу, которые пользуются аромамаркетингом на других рынках, на своих собственных, там, в Европе и в Америке. Почему? Мы так и сделали, но тут следующая интересная особенность. Подожди, давай эту интересную особенность расскажем нашим слушателям после новостей. Сегодня с нами в предновогодней доле. Мы все в доле, друзья, за одним новогодним столом, пусть и виртуально, но оливье у нас будет общий, я уверена. С нами Руслан Юлдашев, гендиректор компании «Аромако», которая занимается аромамаркетингом. И вот мы уже вышли на финишную прямую рассказ о мытарствах Руслана в начале пути. Кто все-таки стал первыми клиентами, если можно называть их? Конечно, но есть такая всем известная компания «Зара», она входит, это бренд «Зара», входит в состав концерна «Анди Текс». И они по всему миру используют аромамаркетинг, и первым моим клиентам… Во всех странах у них один запах, или они как-то руководствуются национальными «Зарядя Массиму Дутти» в любой стране мира, вы почувствуете тот же запах, «Зайдя в Утерке», в любой стране мира будет то же самое. И мой первый клиент был «Утерке», это один из брендов «Анди Текс», и я залезаю на стремянки, сам включил туда картридж, меняю. Но дело в том, что адаптировать контракты международные, под норму нашего права, оказалось невероятно сложно. То есть наше законодательство никоим образом не было готово к такому виду маркетинга? Не готово ни законодательство было, то есть, чтобы делать это с выгодой для бизнеса, необходимо было, это было невозможно, даже необходимо было, это просто было невозможно, чтобы привезти продукт в Россию, его растаможить, заплатить все налоги и поставить компанию. А тебе нужно с какими-то там санпинами дело иметь, не знаю, с пожарными? Получить сертификаты, согласовать со всеми инстанциями, ни одна норма прибыли не выдерживала. То есть, как говорит мой муж, ад Израиль. Да. А поскольку компания все публичная, то делать нужно было именно так. Поэтому первые контракты с международными клиентами, они были даже не работа ради работы, а работа на имидж. И первые клиенты действительно были большие транснациональные компании, которые уже используют второго маркетинга. Жаль, только я экспонсировал сам за свой счет. Кошмар. Скажи, пожалуйста, а что изменилось сейчас? Изменилось законодательство или ты просто нашел уже какие-то цивилизованные пути ведения этого бизнеса? В один из моментов сложных в своей жизни, кризис же это всегда, помимо опасности, еще и возможности. В один из кризисов я плюнул на все, что мне говорят, на всех коучей, которые были вокруг, на все книжки, которые я прочитал. И начал делать то, как мне казалось правильным. И начал смотреть по сторонам, чувствовать то, как я думаю, надо делать и делать именно так. Это шло в разрез с западными моделями, которые я пытался использовать. Это шло в разрез со всем, что я прочитал. Но получилось именно то, как я чувствовал. Слушай, как интересно, а можно сейчас хотя бы чуть-чуть в двух каких-нибудь пунктов сформулировать, чему тебя учили официальный бизнес, школы, коучи, книги, и что на деле оказалось более эффективным? Конечно. Первая ошибка моя была с персоналом. Даже не с персоналом, делая все сам, пока нет бюджета на то, чтобы нанять кого-то. А делая все сам, начиная подобный очень масштабный бизнес, я лишал себя возможности стратегического мышления. Я был погружен в операционную деятельность. И я не профессионал в огромном количестве бизнес-процессов. Взяв их на себя, я просто их загубил. И в тот момент, когда я начал нанимать людей, я их тоже начал нанимать ниже себя по компетенции, потому что я мог себе их позволить. И это приводило к тому, что ни я не мог это сделать, ни они не могли это сделать, потому что они были слабее меня в этих компетенциях. А перелом уступил в тот момент, когда я начал нанимать людей, которые в своей компетенции гораздо-гораздо компетентнее, чем я, гораздо лучше. Они были мне не по карману, и я сидел и салон переговоров, внимательно смотрел им в глаза, пытаясь заразить тем, чем мы занимались, идеи, и найти точки пресечения, где мы могли бы работать вместе. И сейчас у меня в команде, и я, ну, бесспорно этим горжусь, люди, у которых я учусь каждый день, когда смотрю, как они делают ту работу, для которой мы их наняли. То есть вторая ошибка, которую я совершил, мне говорили про четкую структуру, и проктор меня учил в жесткой структуре, что людьми нужно управлять, люди все лентяи, их нужно жестко мотивировать и штрафовать. Кнут и пряник. Кнут и пряник, да. В тот момент, когда я это делал, у меня тоже ничего не получалось, потому что люди так и работали, как лентяи, и разгильдяи. А люди должны быть влюблены в то, что они делают? В тот момент, когда я начал делать по наитию и нанимать не людей под четкий функционал, а создавать функционал под того человека, который, как мне кажется, подойдет, произошли изменения, что человек раскрывался, раскрывал весу и потенциал, он получал возможность реализовать все, что он хотел. Мы вкладываем достаточно большое количество денег в обучение своих сотрудников, в собственное обучение, в собственное развитие. И когда человек, который приходит на работу, когда хочет, и уходит, когда хочет, еще и получает обучение тому, чего он хочет, он начинает реализовывать те проекты, которые он хочет, несмотря на то, что это не входит в его обязанности. И получается, что эффективность этого сотрудника, она идет ни в какое сравнение с эффективностью того человека, который ограничен своими функциональными обязанностями, которые прописаны в служебной должностной инструкции. Здорово. Скажи, пожалуйста, но ведь, как я понимаю, твоя работа во многом еще и связана с некой тайной. И, наверное, твои контракты очень сурово регламентируют возможность вообще обсуждать робомаркетинг публично. Я уверена, что далеко не все компании хотят, чтобы потребитель знал, что они его привлекают с такими способами. Да, это так. И когда ты мне задавала вопрос об этичности, о том, что тебя начинает смущать, когда ты понимаешь, что кто-то использует запахи, это формирование культуры, чем мы сейчас занимаемся, и запахи, это же прекрасно, действительно, магия. Это делает наш мир лучше наряду с украшением Москвы, например, сейчас в период новогодних праздников. Красочная иллюминация заставляет нам удовольствие. Да. Приятные запахи заставляют нам удовольствие. Но в тот момент, когда мы к этому придем, я думаю, до этого еще придет некоторое время. И пока этого не произошло, компания совершенно справедливо боятся вот такой реакции. И я действительно подписываю сейчас соглашение конфиденциальности с разными компаниями и не имею права говорить о том, что мы делаем. Ты мне не рассказал еще про вашего удивительного парфюмера, потому что, как я понимаю, он такой муз и тайное оружие, аромако во всей вашей деятельности. Что это за человек? Где вы его нашли? Ты знаешь, это почти ангел, у него удивительная энергетика. Находясь с ним рядом, постоянно хочется улыбаться и постоянно находишь флиподнят расположение духа. Потому что это человек, который занимается безусловно любимым делом. Он настолько увлечен, что он может спать на работе, он может забывать о том, что самолет у него сейчас улетает, потому что он в процессе в этом. И он все время мечтал работать парфюмером и, прочитав книжку Патрико Зюцкан «Парфюмер», он заболел идеей воссоздать все, что делал Гриной, без крайностей. И когда он работал в корпорации АФФ, это крупнейшие в мире производители сырья ароматического, он добился разрешения для премьеры фильма «Парфюмер» произвести те запахи, которые бы демонстрировали как пах Париж того времени. Ой, это должно было быть не слишком вкусно. Это переход в другую реальность, был. Как пахла та рыжеволосая девушка, которую очень хорошо передали в фильме. Как выглядел тот запах, который в итоге распылил Гриной на этой площади. И он использовал ту же самую технологию, он оборачивал двух практиканток этой корпорации, разрешение их родителей, действительно было получено в специальный состав, и потом соскребал, получая эссенцию и запаха тела, использовал эти эссенции как компоненты итоговой ароматической композиции, провел огромную работу, и кинозал, где стоялась эта премьера, был снабжен трубочками, где множество сцен было проиллюстрировано этими самыми запахами. А второй вот такой проект очень интересный, это премьера фильма «Властелин колец», где его просили создать запах хорков, и он сделал такую смесь навоза, конского плота и сырой земли. И таким образом люди тоже получили переход в совершенно другую реальность, в реальность этого фильма. И запахи это очень серьезный фактор, который влияет наше восприятие. Показывая одну и ту же картинку с разными в этот момент запахами, мы получаем совершенно разные восприятия этой картинки. И как вам удалось этого потрясающего мужчину затащить в свой проект? Ну, ты же веришь, то, что я сейчас говорю, это про любовь. Да. Это я очень люблю то, что я делаю. То есть он увидел в тебе брата по разуму просто, как сказать, ну, соратника, что ли, по делу. Так складывается, что в разных странах мира, где есть у нас представительство, работают только те люди, получаются только у тех людей, ведь я же говорил, что полтора года вообще ничего не получалось, и только любя это дело можно было успех добиться. И в разных странах мира работают такие же, а в хорошем смысле больные, зараженные этим вирусом, как я или как Кристоф. И мы все вот в 107 странах мира вразуем такую команду, очень любящих... В 107 странах мира. В 107 странах мира, да. Настолько распространенная уже история с аромомаркетингом. Да. Влюбленных в свое дело людей, и Кристоф, приезжая к нам, даже испытывая трудности с переводом, все равно на какой-то такой невербальной волне чувствует себя в едином составе. Пользуешься ли ты своими знаниями о запахах, ну и вообще доступом к самым разным видам запахов в своей личной жизни для того, чтобы, например, не знаю, соблазнить девушку или поднять свой собственный тонус, встал утром, нет сил двигаться? Про тонус, да. Я часто использую запахи, чтобы в себя прийти, ну, для того, чтобы расслабиться. И еще с рождения я узнаю людей по запаху. Это может странно звучать, но заходя в помещение, я всегда знаю, кто здесь был. Я знаю, была ли тут моя мама, были ли тут мои друзья, потому что каждого из них я идентифицирую по запаху. Для меня очень важно, как человек пахнет, гораздо важнее, чем какие выходит цвет у него в глаза. То есть ты тоже можешь влюбиться по запаху? Да, да, да. Ну, послучалось ли тебе пользоваться запахами как тайным оружием, чтобы, не знаю, вызвать у человека какую-то нужную тебе эмоцию, симпатию к себе, например, расположение какое-то. Или наоборот. Это же круто вообще. Есть же, у каждого человека в жизни есть, приходишь на работу, а там такой противный начальник, который выносит тебе мозги, и ты не можешь отвернуться и уйти, но так хочется, чтобы он сам куда-нибудь делся. Можно же каким-нибудь запахом его отпугивать, в конце концов. Ты знаешь, как комара. Как-то мы приезжали к Подоге, она владеет сетью обывных магазинов в России, и мы с ней часто шутим. В свое время уже в России были аэрозольные диспенсеры, которые назывались аромамаркетинг. Я, наоборот, в свое время поставила, до сих пор считаю это полной ерундой, и считаю, что это не только не помогает, это вообще вредит продажам, потому что опыт был такой негативный. И она говорит, а сделай-ка мне какой-нибудь аромаплеер, который я бы включал, когда приходят ненужные люди, я бы распространял запах чего-то очень неприятного, и сидел бы и получал удовольствие. Спасибо тебе огромное. Руслан Юлдашев, гендиректор компании Аромака, был сегодня с нами вдоль. Друзья, я желаю, чтобы вас окружали в новом году только приятные люди, приятные запахи, чтобы в вашей жизни всегда осветило солнце, чтобы был мир, был покой и возможность реализовать себя, а главное, чтобы у всех было любимое дело. Спасибо огромное. С наступающим Новым годом.